Подвели итоги прошедшего года и обсудили планы на год нынешний. Международный общественный фонд «Единство православных народов» провел ежегодное совместное заседание участников, учредителей, членов президиума и попечительского совета фонда. Рассказывает Эльвира Гордеева. В прошедшем году фонд успешно продолжил и укрепил те программы, которые уже завоевали авторитет и популярность в православном мире. Прежде всего, это программа по присуждению и выручению премии фонда за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов за утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества. Премия вручается ежегодно предстоятелям церквей, президентам государств, видным политическим и общественным деятелям, деятелям культуры. Само появление вместе в рамках ежегодной церемонии вручения премии этих таких выдающихся фигур, оно уже заявляет самим своим фактом о том, что православие остается важным явлением в современной жизни человечества. Профессор Алексеев также рассказал о Высокому собранию и о других важных мероприятиях фонда в прошедшем году. В частности, о проведении 21-й международной конференции фонда с участием делегаций из 24 стран «Достоинство, права и свобода человека. Христианское измерение», которое состоялось в республике Словения. В предыдущие годы конференция фонда проходила в Румынии, на Ближнем Востоке, в Иордании, Палестине, в европейских государствах, Австрии, Болгарии, Германии. На этих форумах поднимаются проблемы нищеты, беженства, оскудения культуры. Они рассматриваются с христианской точки зрения, и совершенно иной ракурс высвечивается для практического решения этих задач, которые мы предлагаем по итогам наших форумов европейскому и мировому политическому классу. Важнейшим направлением деятельности фонда, отмеченным участниками собрания, является концертно-духовная программа «Голоса православной России». 15-я по счету программа летом прошлого года с большим успехом прошла в трех городах Албании, включая столицу Балканского государства, городе Тиране. В заключении встречи Валерий Алексеев и заместитель председателя попечительского совета фонда, председатель издательского совета Русской Православной Церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент, вручили грамоты Международного фонда Единства Православных Народов за труды по укреплению Единства Православных Народов видным политикам и деятелям культуры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...